Этот звонок означает конец школьной жизни, но для выпускников физико-технического лицея сегодня двойной праздник. На днях стало известно, их родную школу признали одной из самых лучших в России. По рейтингу российской газеты мы стали второй школой в России. Рейтинг без правил, рейтинг общественного признания, то есть самое ценное, что может быть для общеобразовательного учреждения. Лицеи выпускают всего около ста человек в год, и каждый из них всегда поступает в престижный вуз. Из последних достижений 8 первых мест на региональных олимпиадах. Даже последний звонок здесь провели необычно. Концерт своими силами, игрой на гитаре удивляют лицеистки. У нас очень многие выступают, и учителя приветствуют это, отпускаются роков. И к этому очень хорошо относятся, на самом деле. Учителя уважают тех, кто выступает. Как по сценарию? Я не знаю, так сказать. Скажите, как по сценарию. Сегодня все экспромтом глава региона решил лично провести последний урок. Тема дня – взрослая жизнь. Спрашивали ученики о разном – о бюджете, о спорте, образовании. Но больше интерес вызвали школьные годы самого губернатора. Ипатов признался – стать большим чиновником мечтал с юных лет. Когда я заканчивал институт, то я сказал, что я буду первым заместителем министра. Это у меня, так сказать, была такая планка. Федеральным. Да, федеральным министром, конечно, самое. А в то время был Советский Союз и был федеральным министром. Или даже его первым замом. Это уже было очень много работы. А потом вот стал губернатором. Честно скажу, не планировал. Уроки закончились. Впереди ЕГЭ и выпускной бал. Но отдыхать выпускникам не придется. Уже через месяц начнется гонка за высшим образованием. Михаил Терентьев, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив. Субтитры создавал DimaTorzok